Здравствуйте. В моем докладе веке пройдет про все временные генетические потоки для различных гнуленных распределений и конкретных рядах для распределений са варами. Мы рассматриваем следующую задачу оптимального управляния. У нас есть некоторое многообразие ненервное, в каждой точке у нас есть пара верхних полей и, соответственно, двумерная касательная плоскость. Задача в чем заключается? Рассматривая две точки, мы должны их соединить к допустимой кривой. Значит, объединение всех таких двумерных плоскостей мы будем называть распределением и, соответственно, кривые, которые целиком лежат в этом распределении, это означает, что реактор скорости до кривой лежит, соответственно, в этой двумерной плоскости в каждой точке. Значит, такие кривые будем называть допустимыми. И задача заключается в том, чтобы соединить две точки допустимой кривой, но при этом, конечно, еще минимизируя некоторый функционал. Например, функционал энергии, можно показать, что эти сдачи в некотором смысле революционны. Значит, распределение гурса задается, вариант задается вот такими векторными полями в целом. И эти векторные поля пораждают иномерно-мунипрометные алгебры нулей и следующее некондиционное соотношение. Значит, ну и для чего эти задачи вообще рассматриваются. Почему они не интересны? Естественно, они, конечно, находят свое применение в робототехнике, например, в motion planning program, так называемые. Значит, в частности, можно привести пример с видением на самые велелые движения машины с рецептами, чтобы я удался картинку привести. Значит, вот у нас координаты последнего прицепа. Вот у нас есть машина, которая может двигаться либо вперед-назад, либо поворачивать. Вот, например, двумерного управления. Есть прицепы. И, конечно же, это супримор случай, поскольку мы не можем двигаться в производном направлении. Но вот нас будут интересовать какие траектории. Ну, например, давайте такой предельный случай рассмотрим. Вот, когда у нас есть полоса. Значит, вот машина. Вот рецепты. Вот. И мы хотим, например, стартуя вот с такого положения, хотим переместиться вот, допустим, вот сюда. То есть прийти вот в такое положение. Как-то находясь все время вот в рамках этой полосы. Если какой-то такой, допустим, предельный случай критический. Вот. Нас будут интересовать подобные траектории. Из движения вот этих заключенных направлений, которые рождаются коммутаторами векторных полей. Вот оказывается, что это с половиной степени. Так. Какие методы решения издачи используются? Да, я изменяю себя. Можно сказать пару слов про существование, вообще говоря, тьмальных решений. Значит, давайте заметим, что векторные поля, это один от нас, они все ремененезависимы и они порождают все касательное пространство. Отсюда, в силу теоремы Рошерского и Джоу, у нас будет управляемая система. Система полууправляемая. Это означает, что из любой точки мы можем упасть в любую-любую точку. Вот. И ключевой принцип, который используется при решении подобных задач, это дизайн принципа Аксорум Пандряги. Значит, он заключается в следующем. Если у нас есть некоторая траектория, которая соединяет две точки, траектория оптимальная, в которой минимизируется данный функционал, то тогда вдоль нее можно ввести корректор П, построить гаментоньян, вот следующим образом. Так что, во-первых, гаментоньян максимизируется вдоль этой траектории. И, во-вторых, динамика нашей системы задает сравнение гаментонов. Значит, вот принцип максимум Пандряги позволяет забыть про управление некоторых сместв и перейти уже к гаментоновой формулировке задач. Значит, давайте я несколько слов скажу про тех, кто занимался этими задачами. Значит, если NLN3, то это случай, с Дезинбергом, диабелически на нем устроены известные карты по спирали, у которых проекции на горизонтальный плоскость, на распределение этой окружности. Значит, случай NLN4, это случай Энгеля и его подробных деталей исследовали верление Сачков и Андрея Ардентов. Но я, видимо, чуть позже, в более подходящей к контексте скажу о моих результатах. И общий случай, NLN4, собственно, распределение огурца. Этим уже достаточно давно занимается, в частности, Жан-Поль Готье. Тоже про его результаты скажу чуть позднее. Давайте перепишем наше уровневое движение в координатах. И известно, что эта система вполне интегрирует полиулитов. Это давно известно, она обладает полным набором первых фатегралов. То есть, мы их выписали. То есть, они нам понадобятся в дальнейшем, поэтому здесь они выписаны в явном мире. Все они фатегральные независимые, находятся на эволюции. И давайте теперь посмотрим, как устроены пояшести уровней этих фатегралов. Для этого, для удобства, давайте сделаем вот такие вот данные переменные. То есть, мы от координат от координат перешли x а вот импульс он по таким формулам. Значит, уравнение движения принимает такой вид. Интегралы. Уравнение из интегралов просто пообращается. Отсюда видна некоторая мотивация в такой замене. Мы посмотрим, как устроены пояшести уровень. Значит, отображение моментов. Падается якобы. Все это вы видите таким образом. И давайте фиксируем некоторые значения. Первых интегралов. Обратите внимание. Значит, что равномерное пространство естественно, получается равномерное под многообразие. Как они устроены? Значит, вот когда мы фиксируем значение первых интегралов, то вот здесь не участвуют переменные x2, x3, xm. С другой стороны, p3, p4, pn – это некоторая константа получается. Поэтому, по сути, все сводится к двум вот таким вот уравнениям. Значит, для справедливости уровня устроены как? Чтобы понять, как они устроены, нужно посмотреть на их проекции трёхверные пространства с координатами x1, p1, p2. Значит, это у нас цилиндр. Это тоже цилиндрическая поверхность. Вот. Получаются вот такие картины. Значит, пересечение этих поверхностей, оно заведёт нам по 6 уровня. Значит, вот мы доказали такую теорему. что если... Значит, в регулярной точке по 6 уровня пиоморфной либо двум цилиндров, тогда, либо некоторому числу пересекающихся цилиндров. Да, цилиндр, а цилиндр, а цилиндр, а цилиндр, а цилиндр. Но это более-менее понятно, почему так происходит. У нас цилиндр пересекается по... Значит, в регулярном случае по окружностям. И мы должны ещё их умножить, наверное, на цилиндр. Значит, вот. На, на цилиндр. В биографическом точке у нас своя 6 уровня пиоморфной либо одного экземпляра РН, либо вот в таком объединении, где каждая компонента это либо РН1, либо РН1 крест гамма. Гамма — это замкнутая кривая с некоторым числом самых пересечений. Об этом я скажу чуть и более подробно. Значит, мы это закрываем. Ну и дальше мы переходим к поиску конкретных траекторий, к поиску геодезических. Вот, что бы нам хотелось получить? Значит, движение вдоль первых координат, то же самое вдоль векторных полей, а с ним нет никаких проблем. Мы можем двигаться вдоль F1-M2. Значит, давайте идем с начала. Значит, третье направление получается, когда мы один раз прокоммутируем, движение вдоль него, естественно, в таком образом несколько затруднено построение с первыми двумя направлениями. Значит, и чем дальше увеличимся, тем больше мы, тем все более затруднено движение. И, естественно, нам хотелось бы найти такие траектории, которые бы отличали не просто движение вдоль запрещенных направлений, вот F3-F4-M, а в идеале вдоль самого последнего направления F1, вдоль которого нам тяжелее всего двигаться. То есть вот, в частности, в этом примере, это как раз вот это вот движение. Когда у вас все прицепы, все углы остаются неподвижными между, вся конструкция сохраняется и вот двигается вдоль F1-M. В чем здесь затруднение? Затруднение заключается в следующем. Значит, если мы хотим построить траектории, которые отвечают движению вдоль запрещенных направлений, то проекции этих траекторий на горизонтальную плоскость должны давать нам замкнутые кривые. Поэтому давайте отдельно выхажим вот эти вот уравнения, которые отвечают, значит, уравнения движения, на первые две координаты. Вот здесь... Вот здесь... ... ...